следующий элемент очень важный элемент и принцип европейской конвенции предусмотренных преамбули это или он вытекает из следующих строк подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам которые являются основой справедливости видите о чем здесь идет речь о справедливости то есть в принципе страны договорились что то что здесь предусмотрено в этой конвенции те права и свободы соблюдения тех прав и свобод является справедливым право это наука у справедливости и всеобщего мира опять же этот аспект тоже очень важный европейская конвенция преследует не только справедливость но также и соблюдение мира в нашем обществе между государствами мир понятно зачем он нам нужен потому что мы не можем забыть тех преступлений которые совершались против человека во время второй мировой войны и мы хотим этой конвенции сделать все для того чтобы этого не повторилось никогда больше и соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается с одной стороны подлинно демократическим политическим режимом подлинно демократическим политическим режимом оказывается европейской конвенции по правам человека советует странам участницам совета европы придерживаться демократическим политическим режимом именно демократический режим обеспечивает полное соблюдение прав и свобод человека обеспечивает достижение цели справедливости и поддержание мира между странами совета европы с одной стороны всеобщим пониманием и соблюдением прав человека которым они привержены и так мы уже с вами определили несколько элементов основных по который мы будем интерпретировать европейскую конвенцию по правам человека справедливость достижение мира это очень важный аспект между государствами и естественно это демократический режим политический демократический режим который наилучшим образом обеспечивает соблюдение прав и свобод человека следующий элемент который нам позволит правильно интерпретировать европейскую конвенцию по правам человека предусмотрены в преамбуле гласит следующим образом при исполненной решимости как правительстве европейских государств движимый единым стремлением и имеющий общее наследие политических традиций идеалов свободы и верховенство права не забывайте этот аспект верховенство права мы к нему вернемся сделать первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав изложенных во всеобщей декларации прав человека и так обратите внимание что здесь прозвучал такой элемент как верховенство права это очень важный это ключевой элемент для интерпретации европейской конвенции по правам человека для достижения тех целей справедливости мира кота которых мы говорили выше вот этот вот аспект верховенства права и вообще теория о верховенстве права она является основой интерпретации европейской конвенции по правам человека и мы будем ее использовать постоянно для того чтобы правильно понимать что такое европейская конвенция и как применяются права и свободы предусмотрены в ней не забывайте про преамбулу постоянно ей пользуйтесь